Продолжение следует... 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 Вот эта, кстати, ситуация чуть проще решается. Сегодня мы попробуем ответить и на эти вопросы. Итак, вообще зачем? Ну, на этот вопрос мы как-то с вами вместе ответили уже, тогда двигаемся чуть дальше, немножко опередилось с событием. И чтобы подытожить вот эту нашу первую вводную часть, чтобы построить качественное взаимодействие между, собственно говоря, нами и родителями, показать им свой примерный план работы и свои предложения по улучшению качества образования детей. Это всегда им очень сильно нравится. И давайте, собственно говоря, проведем такой небольшой мастер-класс. Может быть, очень советую и тем, кто молодые специалисты, отписываться, как они видят решение этих ситуаций, так и опытным коллегам будет даже очень интересно сравнить. Ситуации у нас будет две. Ученик второго класса к середине года стал отставать от учебы. И три, прошу прощения, ситуации. Ученик не делает домашние задания, и ученик плохо ведет себя на ваших уроках. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны подумать с вами, как мы об этих ситуациях поговорим с родителями, как мы преподнесем эту информацию. Можно кратко, тезисно, совершенно спокойно написать в чат. Выбирайте себе, хотите одну ситуацию, хотите несколько, прочитаем это и попробуем разобрать, в какой же ситуации, как лучше донести эту информацию до родителей. Потому что, как мы все знаем, это можно сделать с совершенно разных сторон. Значит, нам нужно поговорить так, чтобы достичь ситуации успеха. Так, я пока отвечу на вопрос. Подскажите, пожалуйста, сколько по времени будет вебинар? Значит, вебинар у нас продлится в течение часа, максимум час двадцать. Ну, все зависит от того, как мы с вами будем продвигаться, но не более, потому что еще лето. И, собственно говоря, тоже нужно отдыхать. Хотелось бы обсудить себе ситуацию. У нас очень много людей в чате, поэтому я думаю, что каждый выберет ту ситуацию, которая ему ближе. Возможно, был опыт, потому что, как вы знаете, собственно говоря, меня волнуются все три ситуации. Пишите свои варианты, не стесняйтесь. С удовольствием все обсудим, потому что я надеюсь, что многие из вас все-таки действительно хотят их обсудить. Если что, мы немножко времени сократим на примерах, так что не переживайте. Самое главное, пишите. Сейчас я как раз жду ваших ответов, хотя я, конечно, понимаю, что написание их займет немножко времени. Значит, последняя проблема. Всегда нахожу общий язык с детьми. Ну, опять-таки, вот для кого-то кто-то решает эту проблему именно с детьми. Да, вот последняя ситуация, она действительно такая с подковаркой. Кто-то, возможно, пойдет к родителям. Нужно поискать сначала причину. Согласен. Так, не всегда выполнять домашний язык. Номер три тоже не проблема. Вот, попросить родителей помочь ребенка и преподавателю, то есть совместно поработать. Первая ситуация. Рассказать, что начал год хорошо, что именно у него получалось. А сейчас нам все удается и рассказать, в чем именно отстает. А вот первая часть, вот, Анастасия, мне у вас очень нравится. Действительно, это всегда полезно, когда мы начинаем с того, что рассказываем, какой ребенок молодец. Когда родители быстрее встанут на нашу сторону. Со второй частью не совсем понятно, потому что, ну, понятно, вот узнает родитель, который не профессионал, собственно, в чем он отстает. И что же делать вам и родителю? Он не знает, нет никакого решения. Вот в чем есть немножко проблема. Так, так, Вера Викторовна пишет. Начинаем с положительных сторон ученика, потом объясняем проблему и спросить у них советы. Это хорошая версия, потому что очень многие родители действительно считают, что они лучше всех и все знают. Поэтому, действительно, вот, обсуждая что-то вместе, можно достичь хорошего результата. Второй класс, в середине года ребенок устал, психологически тяжело, возможно, стало. Нужно пообщаться с родителями. Да, и, собственно говоря, объяснить это с этой позиции тоже можно. То есть, возможно, родители дома перегружают ребенка. Тоже, может быть, одна из причин, так вы выясните ее, и, возможно, будет все намного проще. Главное не забывать покреплять свои слова фактами, страде и так далее. Да, тоже очень важный момент, но важно, чтобы у родителей не было ощущения, как будто вы собираете досье на ребенка и хотите показать, какой он у них плохой. А первая ситуация. Поговорить с родителями, позвонив им или встретиться в школе и рекомендовать дополнительные занятия по своим предметам. Родителям усилить контроль за выполнением домашних заданий. Родителям, к примеру, скинуть на флешку доп. пособие для понимания английского языка, чтобы родители смогли помочь в изучении английского языка своему ребенку. Так, тоже такой неплохой вариант, скажу сразу. То есть, да, тут идет совместная работа. И дети, которых родители грузят в урочками, секциями и прочее. Да, опять-таки, это когда мы выясняем причину вместе с родителями. Так, начать с положительной информации, обязательно отметить положительные качества ребенка. Полностью согласен. Потом указать на проблему, рассказать свои виды, не решение проблемы. Кстати, да, вот тут уже понятно. Потом спросить, как родители видят со своей точки зрения эту ситуацию, как учителю родителю прийти к общему знаменателю. Абсолютно верно, Мария Алексеевна. Алексей, вы пишете. Действительно так. Полностью, что называется, согласен. Так, вот Галина Тюкалева пишет. У меня есть восьмиклассник, у которых способности к языку. Родители не авторитет. Выяснилось, что любят петь и играет на гитаре. Увлекла с помощью песен. Даже грамматику на словах песен выполняет теперь. Вот, вот, пожалуйста, хороший результат. Да, то есть, это, кстати, тоже один из залогов успеха. Сейчас мы и этот момент тоже проговорим. Вторая ситуация, Анастасия пишет. Для меня очень интересно, так как частенько слышу от родителей, я сама не знаю английский язык. Вот, наконец-то, я получил этот ожидаемый комментарий. Помочь не могу, поэтому и не делаю. Если честно, я теряюсь после этих слов. Вот, давайте подумаем вместе, как мы можем помочь ребенку показать заинтересованность. Абсолютно верно. Вот эту фразу используйте просто всегда. Если родители понимают, вас помогает ребенку. А если нет? Для того, чтобы они нас понимали, давайте вот сейчас, может быть, еще будут, конечно, интересные комментарии прочитаем, но вот были интересные мысли, которые хочется прокомментировать. Смотрите, так вот, Валерий Лебедев пишет. У меня часто возникает такая проблема. Родители говорят, что сами в школе учили немецкий, поэтому никак не могут помочь детям с домашними заданиями. Говорят, что преподаю ребенку, а не родителям соответственно нужно поглядеть на ребенка, чтобы его внимательно слушать. И задал вопрос на урок, который ребенок сможет выполнить задание сам. Почти так. Так, ну что же, давайте не про немецкий, и про все это попробуем подвести. Но, опять-таки, если есть еще интересные комментарии, пишите. Смотрите. Я прочитаю. Что получается? Значит, по первой ситуации, когда в середине года у ребенка стал отставать, второй класс, его ни в коем случае нельзя запускать. Соответственно, да, нужно действительно пригласить родителей, рассказать, как у него все хорошо пошло. И, так, зачастую ребенок принимает ситуацию как лозунг, чтобы не заниматься. Очень часто слушают учащихся в начальной школе, но не сделал данное, что я знаю, потому что папа учил французский. Вот, тоже интересный момент. То есть, вокруг одной ситуации. И сказать после того, как что вот все было замечательно, что что-то пошло не так. Опять-таки, можете сказать вот эти причины, которые не будут говорить о том, что он резко стал ленивым, что родители за ним не следят, и все в таком духе. Какие могут быть причины? Первое, домашние задания стали сложнее. Чуть-чуть не успел, не стал справляться, устал, и, соответственно, забуксовало все. Второе, действительно просто устал. Третье, появилось энное количество кружков курсов, он стал искать себя и больше тратить время на это. И следующая причина, это то, что нет родительского контроля. Потому что большинству детей, особенно в начальной школе, да еще и в средней, требуется контроль со стороны родителей. И как его можно, вот, абсолютно, просто с языка снимает Галина Тюкалева. Сейчас как раз об этом скажу. Вот, соответственно, что вы должны? Вы должны с родителями, после того, как сказали, какой у них ребенок хороший, Причем сказать это очень искренне, говорить о том, что если сейчас запустим, то потом это будет нарастать, как снежный ком. Вы вот видите в нем потенциал, потенциал олимпиадника, потенциал ученика, у которого большие способности к английскому языку, даже если они не сказали, чтобы сверх какие-то большие были. Вот. Соответственно, сказать о том, что может быть, спросите, может быть он посещает достаточно много курсов, может быть он не успевает сделать домашнее задание, может быть он не записывает домашнее задание. Соответственно, что должны сделать родители, которые чаще всего говорят, что он учил немецкий, французский, не учил английский, скрывает о том, что он плохо учил английский в школе. И что нужно сделать? Значит, вы говорите, что большая часть домашних заданий все-таки письменные, либо творческие. Соответственно, задачи две. А. Проверить, что записано в дневнике по поводу домашнего задания. Второе. Проверить наличие домашнего задания. То есть, что он что-то записал. Что записал и как это оценить? Это ваша задача. Собственно говоря, вы из себя не снимаете. Задача родителя проверить, что там что-то написано и что он его выполнял. А как он его выполнил, как это исправить, это ваша задача. Тогда, поверьте, родители, скорее всего, пойдут вам навстречу. Поймут, что проверить, что какие-то слова написаны или не написаны, они могут. И, собственно говоря, что действительно это их задача. Да, есть такие родители, которые говорят, что они принципиально не осуществляют контроля объяснять тем, что воспитывают в ребенке самостоятельность. Приведите на это исследование. Сейчас родители любят. Предложите родителям самим проверить, погуглить. Потом, после того, как вы их привели, с какого возраста можно прививать вот эту самостоятельность в домашних заданиях. Из чего нужно начать в освоении такого качества человека, как самостоятельность. Что это замечательно, но немножко рано и не с того начали. Да, здесь сейчас электронный журнал проверить легко, но многим родителям не охота туда заходить. Но об этом, соответственно, тоже нужно поговорить. Что если ваш ребенок не записал домашнее задание, проверьте его в электронном журнале. Если вам не лень туда заходить, значит добивайтесь того, чтобы ребенок записывал все домашние задания, чтобы вы могли легко их проверить. Сделайте жизнь себе проще и, собственно говоря, и ребенка тем самым тоже сделайте лучше. Так, значит, это мы так разобрали фактически вторую ситуацию. И, в принципе, первую, потому что там нужно выяснять причины, почему же стал отставать от учебы, что мы с этим будем делать. Если ученик плохо ведет себя на уроках, как объяснить пользу ДЗ? Сейчас расскажем. Хороший вопрос, кстати, действительно. Значит, если ученик плохо ведет себя на ваших уроках, то я бы действительно, согласен со многими коллегами, не прибегал бы к общению с родителями, потому что добиться чего-то толкового в этой ситуации почти невозможно. Потому что сейчас, в современном нашей ситуации, сразу же будет мнение о том, что вы не справляетесь с ситуацией, вам нужна какая-то помощь, что учитель не авторитет. Это первое. Второе, что родители вам никак не помогут. Соответственно, нужно, соответственно, работать уже непосредственно с учеником. Так, плохое поведение, думаете, не часто бывает? Нет, оно бывает достаточно часто. Да, тут лучше поговорить наедине с учеником, выяснить причины. В начальной школе это будет проще, в средней и старшей школе будет немножко сложнее, но это тоже все это возможно. То есть искать подход именно к ученику. Так, давайте. Да, вот тоже коллеги согласны сказать. То есть тут к родителям лучше не обращаться, ничего хорошего вы из этого не получите. Просто вот уже многолетней практикой проверено. Ну что же, мы огромные молодцы, давайте будем продвигаться дальше. Вот, как мне кажется, было очень важно этот момент с вами проговорить. Часто родители нанимают репетиторов, что сводят на нет и самостоятельности работ на уроке. Кроме того, родители, по сути, снимают с себя контроль. Да, значит, вот, совсем забыл сказать, как объяснить пользу ДЗ. Значит, надо проговорить вот о чем. Что, во-первых, честно сказать, что да, во многих странах, например, в Финляндии нет домашних заданий. Но у нас, собственно говоря, прописано, что они есть и какая польза от них есть. Первое. Это помогает закрепить освоенные на уроке. Второе. Это прививает как раз самостоятельность. Это дает возможность учителю проверить знания конкретного ученика. То есть он точно при правильной постановке вопроса, допустим, это не списал. Если творческая работа, точно не сделал самостоятельно. То есть вот такие плюсы есть. И если он будет хорошо заниматься на уроке, а вы задаете домашние задания, чтобы они укладывались в какое-то разумное количество времени, то, соответственно, это не отнимет много времени и принесет достаточно большую пользу. Значит, про репетиторов. Да, действительно, я и сам имел опыт работы репетитором. Это снимает очень много с них ответственности. И действительно вносят свои плюсы и минусы. Но такова наша реальность. То есть с этим бесполезно бороться. Просто так есть. Нужно работать в тех условиях, которые в данном случае есть. Это их право, это их выбор. Собственно говоря, очень большая ошибка, когда мы начинаем ругать репетиторов, когда мы начинаем говорить, что вот репетитор неправ и так далее. Репетитор может быть неправ только в одном случае. Если он пытается убежать вперед программы. То есть тогда стоит говорить о том, что это действительно просто непрофессионализм с его точки зрения. То есть он просто подкладывает бомбу замедленного действия вам. Задача репетитора решать либо расширять знания, либо все-таки помогать с освоением тех знаний, у которых не справляется ученик за то время, которое отведено в классе. Вот. Я как классный руководитель никогда не ругаю детей на собрании. Если есть какие-то проблемы, мне надо решать их при всех. Да, вот мы как раз до этого сейчас дойдем. А еще я заранее сделал все рабочий трат. Да, вот об этом стоит говорить с родителями, что репетитор это хорошо. Сказать, что очень хорошо они с ним занимаются. Действительно это помогает занятиям. Потому что иначе вы скажете, на что, типа, деньги тратят зря. Или родители воспринят, что вы хотите получать эти дополнительные доходы. Зачем это нам нужно? То есть говорить о том, что давайте сейчас скорректируем работу репетиторов. И все-таки они будут работать либо над расширением познаний, либо над закреплением знаний. А не уходить вперед. Что так будет лучше именно для самого ученика. И я думаю, что репетитору будет все сказано. И соответственно, они будут работать в нужном направлении. Отзывы о родителей после собрания. Собственно говоря, увидев такие отзывы, я пришел к выводу, что нужно сделать такой вебинар. Моя дочь занимает спортом, у нее хорошие оценки. Не понимаю, почему ее все время ругают на родительских собраниях. Не понимаю, зачем нас всех собрали. Послушать, как родители двоечников и хулиганов ругают при всех. Долго, нудно, не информативно. Вот это то, что очень часто с какими мыслями, с какими мнениями выходит с родительских собраний у нас с вами родители. Соответственно, ситуацию успеха мы не достигли. Либо бывает такое до сих пор, что за учителями записывают вот такие цитаты. Будем откровенны, сегодняшнюю программу тянут далеко не все. Уже в седьмом классе понятно, кому поступать в институты, а кому нести дворы и торговать помидорами. Вот абсолютно уверен и прекрасно понимаю, что если я как родитель когда-нибудь, когда у меня будут дети, услышу от учителя такую фразу, он станет для меня врагом номер один. Просто самым жутким врагом. И поверьте, когда у нас сидят родители, которые либо сейчас работают учителями, либо были учителями, такого врага наживать не стоит. Поэтому, конечно же, такого говорить нельзя. Не надо пытаться становиться на роль предсказателя. И, собственно говоря, о чем эта фраза? Совершенно имеет ли она какой-то смысл для того, чтобы решить какие-то задачи? Выписать приговор с чужим детям, собственно говоря, и их родителям? Ну, я думаю, что потом проблем у таких учителей будет очень и очень много. Еще одна цитата. А мой ребенок умница, но она склонна к гуманитарным наукам. Не все знает, что педагог, и не знает, что педагог уже давно поставил всем клеймо и спрогнозировал всю ситуацию. Кстати, зарубив будущее на корню. В школе ей полностью подломали крыле такие шустрые артистичные педагоги. Что же делать? Вот для того, чтобы не слышать о себе такого, нужно, конечно же, собственно говоря, избегать вот этих ситуаций, избегать вот таких вот предсказаний. Все олимпиады ориентированы на опережение, то есть во втором классе программы, третьего или четвертого класса. Значит, нужно подавать ее так, чтобы не дублировать те задания, которые будут в классе и в школе. Подавать это все с другой стороны. Таких собраний никогда не называют фамилией таких учеников, это запрещено. А толку от таких собраний? Зачем? Называют, не называют ученики. Каждый думает либо на себя, либо наоборот думает, что про других и зачем это слышит. Вот смысл просто вот от такого формата задания. Значит, если ребенок занимается репетитором, или я сама разговариваю с родителем в первую очередь, какова цель? А про олимпиаду, да, все так и есть. Значит, если готовится ребенок к олимпиадам, хорошо, замечательно, просто прекрасно. Значит, пускай выполняют задания не по учебнику, а по каким-то дополнительным пособиям и смотрят на все с разных сторон. От того, что они пройдут какие-то правила, которые вы будете проходить чуть позже, никаких проблем не будет. От того, что они пройдут те упражнения, которые, собственно говоря, запланированы у вас, будут большие проблемы, потому что им в это время нечем будет заняться. То есть, тут тоже нужно просто говорить, что у репетитора должны быть дополнительные материалы, другой учебник, другие объяснения, правил, для того, чтобы ученик мог посмотреть на это все с разных сторон. Как изменить ситуацию? Вот об этом, собственно говоря, сейчас мы очень плотно и говорим, и, собственно говоря, продолжаем наш с вами разговор. Во время общения с родителем быть доброжелательными, это просто обязательно как бы тяжело, как бы трудно это не ощущалось. Я на заре, собственно говоря, преподавательский... Так, тоже нет вообще, открывают фокспасы. Значит, слонизм, поставьте себе Google Chrome, на нем все работает. Вот точно вам могу сказать. Собственно говоря, он перестал работать с Adobe Flash, он работает немножко в другом коде, собственно говоря, на котором вебинарная площадка сейчас и работает. Итак, значит, быть доброжелательным, как бы тяжело этого не было, у меня был такой случай. Сложная ученица, ну сказать, как сложная, она просто очень была, сейчас смотря на это со стороны, эмоционально очень любила со мной поспорить. Видите, когда пришла ее абсолютная копия в виде мамы, и я не выдержала, сказал, что бедный ваш папа, как ему с вами двумя тяжело. Больше глупостей совершить было невозможно. Вот таких вещей не стоит, собственно говоря. Ну, я так как-то эмоционально отреагировал, думаю, господи, один в один. Так делать, конечно, да, не выдержал, действительно. Вот просто в сердцах проговорился, этого делать не стоило. Слава богу, что действительно, это люди просто были сильные холерики, поэтому все эмоции были выплюстили на меня и сразу. Но, конечно же, этого избегать, обязательно нужно избегать таких ситуаций. То есть только доброжелательность до последнего. Понимать, что любой родитель любит и ценит своего ребенка, и поэтому вы, собственно говоря, не должны ему выписывать приговоры или говорить о том, что он не справится, что он глупый и так далее. Вы знаете, я думаю, у каждого есть такие примеры. У меня был одноклассник, который читал по слогам буквально до, наверное, 7-8 класса. Был с очень сложным поведением. Сейчас это очень успешный повар, которого приглашали в Австралию, и только, собственно говоря, детская комната милиции в его биографии остановила его от переезда туда. То есть, поэтому, конечно же, школа не может показать, скажем так, всего многообразия профессий, выявить, кто и чего добьется. Построить общение с плюсов, а закончить перспективными и стремлениями. И, собственно говоря, говорить о том, что через вот эти стремления и перспективы, для того, чтобы их добиться, вам нужно справиться с такими небольшими проблемами. Вот давайте решим, как мы с ними справимся для того, чтобы достичь вот этого большого успеха. Тогда, поверьте, родитель никогда не сможет сказать, что вы там плохо настроены на его ребенка, что вы используете личные отношения с ребенком для того, чтобы как-то его подковырнуть, или чтобы сделать ему плохо. Это просто физически будет невозможно, потому что, вы знаете, в школе сарафанное радио работает, каждый родитель скажет, да нет, это числит в каждом ученике, видит перспективы, видит стремление, видит только хорошее. И, соответственно, проблем не будет. Да, конечно, нужно знать своих учеников для того, чтобы об этом говорить. Это просто, как говорится, прописная истина. Говорите о том, что можно сделать общими усилиями, и как вам и ученику нужна поддержка родителей. Тогда они, собственно говоря, тоже будут вставать на вашу сторону. Никогда не ругать детей при всех, то есть если есть проблема, то обсуждать ее наедине с родителями учащегося или с самим учеником. Тогда, собственно говоря, тоже и ученики будут к вам лучше настроены. Они будут знать, что если их позвали на такой неприятный разговор, он будет между вами. Скорее всего, он будет более откровенный и более результативный. Тоже не раз проверял, очень хорошо это работает. Действительно, это будет так. Вот, Альген пишет. Ситуация разрешаема индивидуально ради собрания, план работы на четверти, обобщение ситуации в классе. Да, вот, собственно говоря, если сухо и вкратце, действительно, вот этот вариант лучше. Но, поскольку очень многие учителя до сих пор действуются вот этими, скажем так, старыми моделями, обязательно я вот об этом решил проговорить. Портрет современного родителя, то, о чем мы говорили, что 30 лет назад родители были совершенно другие, нежели сейчас. Во-первых, высшее образование родителей на момент рождения первого ребенка. Вот, а у меня на каждом собрании презентация жизни класс с фото. Это вообще шикарный вариант, учитывая, конечно, родителям нравится, потому что сейчас все в Инстаграме, все в ВКонтакте, в Фейсбуке, все любят лайкать фотографии, смотреть на фотографии. И, собственно говоря, визуальную информацию так воспринимают намного лучше. Итак, высшее образование родителей на момент рождения первого ребенка. Все-таки сейчас средний возраст, а я, поверьте, проводил сам личное анкетирование, родителей это 25-30 лет, а не 18-25. То есть тут совершенно другая идет у нас история. Соответственно, к нам в первый класс они приходят в среднем 30-35 лет. Это уже немножко другие люди. И очень есть большая разница. У меня были молодые мамы и мамы, которым уже больше опыта, больше знаний, совершенно другая сформированность. 35 лет, совершенно разный разговор. С первыми разговариваешь как еще с учениками, потому что это подросшие дети. С другими разговариваешь уже как со взрослыми абсолютно людьми. А осознанность воспитания ребенка, то есть нет вот этих импульсивных порывов, они руководствуются какими-то методиками, какими-то комментариями, которые вычитали, и идут, собственно говоря, в этом направлении. Активное вовлечение отцов в воспитание детей. И эта тенденция только увеличивается. Сейчас все больше пап приходят к нам с вами на родительские собрания, все больше отцов активно участвуют в жизни детей. Вплоть до того, что есть даже советы отцов. Есть на эту тему ряд статьй. Прочитайте, очень интересно, где отцы профессиональное воспитание оказывают детям, где отцы решают, кто в какой момент будет заменять всех остальных пап, чтобы оказывать мужское воспитание для детей, и каких результатов они этим добились. Вот, в нашей школе конференции отцов проводятся. То есть эти тенденции, они очень сильно сейчас нарастают и будут дальше нарастать. Родители больше двигают в себе и более самостоятельно. Влияние интернета на родителей, но при этом окончательные решения принимают они сами. В чем может быть влияние? Ну, во-первых, конечно же, помимо интернета, это телевидение, на котором очень сильно муссируются различные ситуации, происходящие в школе. Причем, конечно же, там берутся не самые приятные ситуации, из ряда вон выходящие. И они все это в себе переваривают. Второе, это обсуждение на форумах, чатах и везде в остальных местах. То есть они собирают различные мнения, и мнения могут быть от совершенно разных людей, не совсем подходящие потом при общении с нами. То есть это все тоже нужно учитывать. Поэтому не стоит стесняться говорить родителям, что вот если вы забьете такой поисковый запрос, вы узнаете больше об этой теме. Что стоит посмотреть, давайте я вам скину статьи на такие-таки ресурсы, как мне кажется, вот они будут очень полезны. И я основываюсь на этих мыслях. И так далее. То есть нужно говорить с ними через те вещи, которые им привычны, знакомы и, собственно говоря, хорошо будут воздействовать. Основные задачи, которые нужно подставить перед собой. Это активное вовлечение родителей в образовательный процесс. То есть если вы видите, что родители те, которых можно вовлечь, почему бы им не поучаствовать. Формирование здравого образа жизни в семьях. Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. Про требования сейчас поговорим. Действительно, у меня такое было. Совершенствование форм взаимодействия школы-семья. Педагогическое сопровождение семьи, изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах, воспитание, просвещение и так далее. Повышение качества образования через работу с родителями. То есть это то, к чему нужно стремиться. Прежде чем мы поговорим про возможные формы работы с родителями, поговорим про тех, которые приходят со своими требованиями. Такое тоже бывает. Требования часто очень абсурдные. Самая классика жанра на школу сельской. Почему-то их не мало. Видите, видимо, сельская школа. Я учился когда-то в сельской школе. Так, третий пункт. Ну, сейчас мы про задачи. Третий пункт. Давайте вернемся. Не очень понятен. Практически начнем. Сознание условий о социальном поведении детей и подростков. Бывают трудности в семье. То есть, соответственно, если есть школьный психолог, то в какой-то момент можно объяснить, что... И если он грамотный, конечно же, что это не страшно. Может быть, имеет смысл к нему сходить. Но практическое насчетение действительно это очень сложный пункт. Это такая, значит, скорее цель, которой стоит стремиться. Так. Значит, сельской школы их немало. Видите, меняется. Раньше в сельской школе, когда я, во всем случае, учился, это было очень давно, если учитель жаловался на ученика, то ученик на следующий день приходил в шелковый. Очень простым методом родители это все решали, именно как в сельских раньше традициях, банально ремнем или дополнительно какой-то работой. И потом никаких проблем не было, никому не хотелось, собственно говоря, краснеть за своих детей, потому что все друг друга очень хорошо знают. Значит, по поводу своих требований. Нужно очень внимательно, как минимум, сделать вид, что вы их рассмотрели. И говорить о том, что если у вас есть такие требования, давайте их обсудим, какие из них выполнимы, какие из них невыполнимы. И, собственно говоря, посмотрим, как достичь того, чего вы хотите. Возможно, цель-то у вас совершенно другая, и я вам подскажу, как ее лучше достичь. Вот Славяна Смепишская. Несколько учителей по разным предметам заваливают родителей негативными претензиями. Родители уходят под поле. Совершенно верно. Так как чувствуют себя окруженными в головушке и не понимают, не знают, не умеют, как выйти из этого круга. А ребенка любят, поэтому важно дать ему какую-то надежду, какие-то предложения, как ситуацию улучшить. Конечно же. Вот. Значит, если есть требования. У меня было самое банальное требование, самое частое. Это ставьте моему ребенку хорошие оценки. Я поначалу очень бурно на это реагировал. Говорил, что было бы за что поставил. И так далее. Я говорил, что я совершенно не против. Потом уже. Хочу ставить хорошие оценки. Но для этого нужно выполнить ряд требований. Да, он сейчас слабый. Но если он будет показывать свое старание, будет приходить с выполненным домашним заданием. Не важно, хорошо или плохо, но старательно выполнен. То никаких проблем мы его будем поощрять вместе с вами. Мы будем ставить ему хорошие оценки для того, чтобы он мог перешагнуть через эту сложную ситуацию. Если родители более-менее адекватны, они шли на это и никаких проблем не было. Если, конечно же, а у меня был такой ученик, маму которого не устроило, что раньше мы ставили хорошие оценки, а теперь их перестали ставить. И что для этого нужно каким-то образом трудиться. Тогда, конечно же, все сложнее. В такой случае уже стоит помнить о том, что мы с вами профессионалы и уже уступать нельзя. Но такие случаи, к счастью, редкие. Да, все верно. Еще родителям нравится говорить, что их ребенок меня научил, например, переработать с компьютерами и программами. Дети более продвинутые. Экскурсии, да, еще выходы в театр, родители собрания с совместными детьми. Конечно же. Итак, давайте теперь к формам работы с родителями перейдем. Традиционные, традиционные. Они все хороши, когда делаются правильно. То есть тут нужно выбирать то, что вам удобно, интересно и подходит. Потому что, если это будет наиграно, все очень быстро это поймут. Зачем оно нужно, зачем учить себя в первую очередь. Себя надо любить. Итак, традиционные формы. Родительские собрания, общеклассные общешкольные конференции, индивидуальные консультации педагога, посещение на дому, совместные мероприятия, это субботники, поездки, экскурсии. Из этих пунктов, я бы сказал, посещение на дому сейчас уходит в лету. И, собственно говоря, ничего страшного в этом нет. Я никогда не приходил никому на дом. И, собственно говоря, не испытывал такого желания. И зачем оно нужно. Один раз приходил к воспитателю детского сада, потому что ее дочь как раз училась в моем классе. Но там было рядом, удобно. И поэтому я сказал, что у меня прорабочий день закончился. Поэтому я с проблем зайду. Нетрадиционные, это родительские тренинги. Очень хорошая, интересная вещь. Если у вас сложный класс, если есть хороший психолог, или вы видите в себе такие силы, почему бы вам не провести, собственно говоря, такой тренинг. Дискуссии. Сложный вариант, потому что все уходят в полемику. Но если, опять-таки, есть возможность, силы, то да, психологические разминки тоже крайне полезны. Особенно, когда такой родительский коллектив достаточно молодой. Можно хорошо с этим поработать. Круглые столы, практикумы и родительские вечера. Хотят иногда прийти на урок и посмотреть. Тут нужно, значит, два варианта рассматривать. Первый вариант, что вам это будет некомфортно, придется больше готовиться к уроку. Допустим, вы молодой специалист, неуверенно себя чувствуете. Соответственно, нужно регламентировать количество и время таких приходов. Второй вариант, это когда вы точно знаете, что при родителе ребенок будет и стараться, и вести себя хорошо, и не будет искренней картины. В таком случае отказывать не надо. Во-первых, тогда нужно сказать, что давайте это будет какое-то ограниченное количество уроков, потому что другим будет некомфортно. Это первый пункт. А второе, что если хотят посмотреть именно на своего ребенка, сказать, давайте вы один урок посидите в классе, второй урок, вы посидите за дверью, и ваш ребенок не будет знать, что вы там. Мы будем все делать, как обычно. Это будет самый обычный урок. Ну и, собственно говоря, вы свое чадо, как и других родноклассников, хорошо будете слышать и увидите всю ситуацию в целом. Вот. Тогда, собственно говоря, проблем не будет. Если кто-то из родителей хочет посещать уроки постоянно, то нужно мягко объяснить, что они не являются учениками класса, и что это неуместно. И, собственно говоря, не достигнет результата. Опять-таки нужно говорить про результат. Можно составить примерный план работы на учебный год. Как пример я составил вот такой. Что здесь самое главное? Я так, скажем так, суперподробно разбирать сейчас не буду. Презентация у вас останется. В чем удобство такого плана? Взято это у воспитателей-дошкольников. Они такие планы составляют. То есть, тогда нам понятно, что мы делаем. Тогда мы какие-то, допустим, что-то выполняем, что-то не успеваем, не выполняем. И если у нас есть грамотно продуманный план, то родители понимают, что вы работаете с ребенком, вы работаете с родителем. И все это, соответственно, работает на нас с вами. Так, вот Слава Нисим из практики репетитора говорит. Пару раз устроил занятие ребенок и родители. Или бабушка, с кем приходит ребенок ко мне на репетиторское занятие. В ходе занятия привлекая их в процессе. Спрашиваю, а все понятно объяснила. Вы тоже поняли материал? Давайте кто быстрее выполнит задание. Вы или ваш ребенок. Очень срабатывает. Предлагаю потом детям и родителям также все в онлайн включать. Это хорошо работает с хэппингвиз.ру, поскольку там объяснение на русском языке. Да, почему бы и нет, но это опять-таки тут немножко репетиторский опыт. В классе мы, родители, не сможем так привлечь, потому что это будет дикое стеснение. И возможно даже потом будет какой-то настрой против нас. Что нужно сделать в сентябре? На этом прям подробно остановлюсь. Стоит провести на родительских собраниях, либо вне них педагогические беседы. То есть поговорить о концепции работы с учениками на учебный год, предлагаемых в дополнительных пособиях и предполагаемой пользы работы с ними. То есть когда мы какие-то пособия предлагаем, нужно говорить, ради чего мы это делаем. А допустим, какие пробелы они закрывают. Анкетирование с целью выявления запросов и потребностей родителей при обучении иностранному языку. Составьте такую анкету, простую, с вариантами ответов. Проведите эти анкетирования, и вы узнаете очень много нового и интересного. Вы можете туда заложить те вопросы, которые вас очень сильно волнуют, ну, под таким каким-то интересным предлогом. В октябре что можно сделать? Можно провести родительское собрание, допустим, вопрос-ответы по результатам анкетирования, дать обратную связь, чтобы они понимали, что не зря они 5-10 минут потратили на то, чтобы выполняли вашу анкету из четырех пути вопросов. Чтобы они увидели, что вы это проанализировали, а не выкинули в мусорное ведро, это очень важно и обязательно. И опять-таки ответить на вопросы, интересующие родителей, сделать сообщение по результатам. В ноябре помощь в подготовке домашних заданий. То есть можно провести такой какой-то ликбез по тому, как проверять домашние задания. Объяснить, что готовые домашние задания предназначены как раз для родителей, что если сложная ситуация, не знаем английский ребенку сложно, то они по готовому домашнему заданию сами проверяют, что же сделал наш с вами ученик. Но опять-таки предлагая ему что-то исправить, а не пытаясь исправлять по готовому решению ради хорошей оценки. То есть мы объясняем, как проверять домашние задания с пользой для их же ребенка. Объяснить, что такое проектная работа и как помочь ребенку в его выполнении, если это требуется. В каких случаях не стоит в этот процесс вмешиваться и давать советы только, когда их ребенок будет их об этом спрашивать. Познакомить с пособиями. С пособиями тоже нужно знакомить правильно. Нужно их, скажем так, очень грамотно, методически представлять и говорить о том, что же будет, если мы, допустим, возьмем это пособие. То есть говорить о том, что да, сумма будет затрачена, благо, допустим, наши пособия недорогие, но результат КПД от этого будет крайне велик. И говорить сразу о том, что, как бывает часто, что купили дополнительные пособия, там выполнили три упражнения честок и ясно говорить, потом следовать этому, что так не будет. Если купили пособие, то 70% материалов, которые в них предложены, вы, конечно же, выполнены. Например, как можно говорить. Можно взять и брать слайды с наших презентаций, это очень удобно. Это, собственно говоря, сократит ваше время на подготовку. Например, рассказываем, по-моему, это предметный портфель пятого класса. Что ученики научатся читать тексты на английском языке разных стилей и жанров с разной полнотой понимания, справляться с заданиями на анализ, сравнение, классификацию, группировку, синтез информации. Заполнять и работать с таблицами, с кемами, выполнять действия по инструкции и плану, выполнять творческие задания, оценивать свою работу. Можно также сказать, что подробно вы можете посмотреть авторский вебинар, дать ссылку. Почему бы родителям, собственно говоря, не посмотреть и не услышать все самим. Далее. Можно показать какие-то примеры из учебника или пособия для того, чтобы они увидели, что это действительно интересно рассказать. Почему это будет интересно сказать. А было бы это интересно вам, вот когда вы учились в школе. И поверьте, тогда не возникнет вопроса, что их пытаются ограбить и купить какие-то ненужные книжки. Так, да, вот полностью согласен с комментарием, но вы все тоже его прочитали. Значит, в метапредметном портфеле можно показать различные примеры. Интересные, я подробно сейчас останавливаться не буду. И все это сработает. Я так, когда в последний год работал в школе Дио, и вы знаете, не было такого класса, который говорил, что нет, мы против. Я всегда говорил, что выбор за вами. Что я не настаиваю и не имею на это никакого права. Что если вы за, то давайте поддержим друг друга. Если нет, проблем нет, мы будем заниматься по учебнику. Десять раз это повторите и опять-таки снимите с себя какие-то проблемные и неприятные разговоры. Но для того, чтобы предложить какое-то пособие, нужно его представить, презентовать. Поэтому берите презентацию с наших вебинаров совершенно смело и отсылайте к нашим вебинарам, каким-то самым интересным, самым подходящим. Кидайте им ссылки, пускай они посмотрят, подумают. Значит, некоторые дети занимаются в языковой школе. Хороший вопрос. Или с репетитором. Классе им становится скучно, неинтересно, потому что материал уже пройден. Как в каких-то случаях быть? Если с репетитором проще, стоит предложить родителям перенаправить немножко работу репетитора, сделать ее более слаженной. Если есть возможность, пускай репетитор приходит. Говорить о том, что давайте мы не будем дублировать друг друга. Давайте вы будете, допустим, заниматься расширением познаний в том, что пройдено, либо работать над домашними заданиями, если они сложные, но не идите вперед. Давайте все-таки попробуем сделать так, чтобы он в первый раз все-таки усваивал это в классе. Иначе можно сказать родителям, получается так, что они попадают в замкнутый круг. То есть ребенок ничего не усваивает, если он не прошел заранее это с репетитором. То есть отказаться от репетитора они не смогут в течение 10-15 лет. То есть тут получается уже репетитора целенаправленно подсаживать на свои занятия. Зачем это нужно? Нужно все-таки расширять. Я, когда репетитором был, либо помогал усвоить пройденное, либо расширял познание. И это работает намного лучше. С языковыми школами немножко сложнее. То есть стоит поговорить о том, что может быть имеет смысл выбрать другую языковую школу. Потому что данная языковая школа просто нарушает элементарные принципы и правила. То есть стоит говорить именно в таком формате. Так, с родительной ситуацией обговорить обязательно. Да. А само собой. Так. То есть без системы известны дайте ребенку сразу доп. задание. Но это такой вариант с дополнительным заданием, вариант хороший. Но он будет работать не всегда. И нужно говорить о том, что вам никто, скажем так, нигде не регламентирован, нигде не оговорит, что вы должны давать бесконечные дополнительные задания. Это задача репетитора. Ему как раз за это платят. А не нам с вами. У меня дети из языковой школы были помощниками для других детей. Вот это, да, хороший вариант. Но опять-таки с родителями эту ситуацию стоит проговорить. Так. Ну хорошо, поехали дальше. Значит, покажите хорошие примеры. Покажите, какой результат от этого будет. И, собственно говоря, тогда все у вас будет хорошо. Можно им предложить и показать, допустим, во втором классе серию пособий RedUp. Говорит о том, что так они быстрее научатся читать на английском языке. Познакомиться с интересными формами, с интересными темами. Познакомиться с интересными формами получения информации. И что, скорее всего, они им понравятся. Что так, собственно говоря, занятия пройдут намного интереснее и эффективнее. И опять-таки представляем книгу, показываем, что там можно достичь. Показываем это простым, но все-таки методическим языком, чтобы они увидели в вас, профессионала, который умеет выбрать дополнительные интересные пособия. Которые, собственно говоря, принесут пользу их ученикам. Убедить их в этом, поверьте мне, достаточно просто. Вот, Анна пишет. Наша гимназия, даже администрация требует доп. карточки. Непонятно откуда и непонятно на основании чего. Вот, Алена Гене пишет. Одно дело, когда учащийся просто понимает, допустим, как утвергать правила. А другое дело, когда он уже пришел на урок, уже выполнено задание в учебнике и рабочей терапии. Да, то есть эти вещи тоже надо разделять. Если он пришел с выполненным заданием, вот тут вот самая печальная ситуация. Если он знает правила, ну замечательно, пускай объяснит всем своими словами. Точно так же показываем, допустим, что в 10 классе мы можем способен редапам научиться заполнять формы на английском языке. Когда им нужно будет, допустим, заполнить анкету на визу. Что они смогут заполнять, помогать ее родителям. Что это действительно важно, полезно и так далее. Именно с таких позиций, а в сентябре это каждого из нас, скорее всего, ждет, стоит показать, зачем и что нужно. Далее, давайте быстро пробежимся по плану. В декабре, январе и феврале. Что можно сделать? В декабре, например, круглый стол для родителей. Как помочь ребенку в освоении английского языка? Можно провести конкурс о рождественской открытке. Вообще такие вещи тоже очень хорошо работают, потому что потом результаты этих конкурсов, какие-то их творческие работы, очень интересно показать хотя бы на фотографиях быстро родителям, чтобы они смогли видеть своим ребенком, чтобы они могли видеть реакцию других родителей. Но взрослые все-таки тоже маленькие дети, поэтому тут вы всегда расположите на свою сторону. Далее, допустим, в январе. Билингвальные семьи, как ребенок, учат два языка с рождения. Очень важная работа, которую стоит продвигать, проводить такие встречи, какие-то небольшие семинары, мастер-классы, чтобы родители видели, что вы профессионал, что вы хотите им рассказать что-то интересное, что-то новое, а не просто потратить их время на то, какой вовом плохой, а Маша хорошим. Для того, чтобы они видели, что вы им можете помочь, что вы их можете проконсультировать. Поэтому какие-то такие мероприятия небольшие имеет смысл планировать. Ну, опять-таки, допустим, проанкетировав их, что им было бы интересно. Собирайте, кстати, туда не всех, а именно тех, кто хотел бы об этом услышать. В феврале консультация для родителей английских в повседневной жизни. То есть, чтобы они понимали, зачем вам нужен английский язык, к чему он, собственно говоря, приведет, и, собственно говоря, как его можно использовать. Допустим, провести День Святого Валентина, показать традиции других стран, показать, провести, допустим, конкурс самых красивых валентинок, и все, что вам придет в голову. Далее, в старшей школе обязательно нужно поговорить о профориентационной работе. Что, допустим, вы хотите использовать Business English for Young and Dawson, для того, чтобы помочь учащимся увидеть профессиональный мир о том, как стоит проходить собеседование, как себя вести. Я уверен, что они будут с радостью поддерживать вас в том, чтобы вы с учениками поработали с этими пособиями. Так. Показывайте примеры, еще раз скажу, не буду подробно остановиться, потому что ему очень много времени, их очень хорошо, что мы много времени потратили на такую мастер-классовую часть. Самое главное, что показывайте им примеры, объясняйте, почему это важно, почему интересно. Берите слайды с презентацией, и все будет хорошо. А если ученики, собственно говоря, запустили английский в начальной средней школе, то можно предложить попробовать английский для взрослых. Также можете порекомендовать, допустим, этот учебник электронный родителям, которые хотят поправить свои знания, хотят это сделать самостоятельно, потому что здесь очень много аудиозаписей, потому что весь материал максимально направлен на коммуникацию, сказать им, что это и вам не скучно будет, и вашим ученикам не скучно будет, и что если вот есть такие ученики, у которых все очень проблемно, то было бы полезно, если бы мы быстро поработали по формате, допустим, этого учебника, допустим, в 10 классе полгода потратили на то, чтобы быстро наверстать максимальное количество упущенного. Это абсолютно реально возможно. И сказать, что да, действительно, потом будет намного проще. Показать, опять-таки, примеры, дать послушать аудиозапись и рассказать, почему это полезно, как с этим работать, что они всегда могут, допустим, проконсультироваться у вас. В марте, апреле и мае что можно тоже хорошего сделать? Круглый стол на тему, когда пропадает интерес к занятиям, обменяться опытом. Точно так же, как мы с вами, сказать, а что вы делаете для того, чтобы поддержать ученика, когда детали метаминоз, когда все лень. Можно даже артистично показать, как это все выглядит. То есть, что мы будем вместе с вами делать с этим? Как мы будем исправлять ситуацию? Предложить какие-то свои решения, дать возможность высказать какие-то решения родителям. Бывают очень интересные идеи. В апреле приобщаем детей к литературе англоговорящих старых. Обсуждаем книги для чтения на лето. То есть, тут имеет смысл поговорить о том, какие книги стоит почитать. Кому имеет смысл читать в оригинале уже? Кому имеет смысл прочитать их в переводе и что в этом нет ничего страшного? Что, возможно, это наоборот больше потом их заинтересует? Кому, может быть, имеет смысл прочитать эти книги методом или фанка вот в таком билингвальном формате? То есть, тут и опять-таки предложить какой-то список книг, но не обязательно к прочтению сказать, что если ваш ребенок увлекается этим, ему нравится это, то имеет смысл обратить внимание на эти книги. Если это, то эти. Не сказать, что вот вы обязательно предлагаете, говорите, что интересно у вас книги, давайте какие-то такие небольшие комментарии по книге. И почему она будет интересна к прочтению этому ребенку. Поверьте, такая встреча будет иметь колоссальнейший успех. Обязательно попробуйте. В мае обсуждаем итоги учебного года, планируем совместную работу на будущий год. То есть, даем аналитику того, что было за год, говорить о том, что можно сделать летом, что имеет смысл делать, а что не имеет смысл делать, допустим, там, заниматься все лето английским языком. Сразу скажите, мне надо, дайте отдохнуть. Это тоже будет плюс в вашу копилку. И опять-таки, вот в ходе этой аналитики вы вместе с родителями приняете решение, что нужно сделать в следующем году, какие дополнительные пособия взять, допустим, какие мероприятия провести, которые будут смыслом в освоении английского языка. И это тоже будет иметь повестивный успех. Опять-таки, имеет смысл, допустим, предложить, если очень тяжело с чтением, никак не идет в классе или вне класса, позаниматься способами Марианны Веренквара Саками Кауфман, которые представлены сейчас перед вами, которые как раз познакомят их с историей Великобритании и США, с повседневной жизнью англичан, с произведениями американских и британских писателей. Вот, Слава пишет, способник уроку просто беда, администрация запрещает даже обязательно пособие к учебнику, закупает прописи, рабочие тетради, родители пишут письма о всякие инстанции, жалоба, что их обдирают, поэтому либо самим покупать на класс приходится, либо что-то брать в интернете и использовать на проекторной доске. Три способа, как от всего этого избавиться. Первое, познакомиться с пособиями, рассказать, почему они полезны. Второе, рассказать, почему это катастрофически вредно, что-то распечатывать и давать детям, что они просто губят их зрение, превращают их в слабовидящих, своими руками, но если это их выбор, пожалуйста, это не ваши дети, и вам нужно одно, им нужно другое, вы это сделаете. Третье, говорить о том, что выбор остается за ними, они сами решают, брать или не брать, потому что по закону, если родители сами решили что-то приобрести и, собственно говоря, сами это реализовали, то к вам никаких претензий нет. Поэтому они решают сами, делать это, не делать, договариваются сами. Вы им предлагаете, как будет на ваш взгляд лучше. Ну и, конечно же, еще один залог успеха в дальнейшем, если вы из этой тетради или пособия выполнили 30-40% упражнений, а не 70-80%, то никогда ничего на следующий год они не купят. А если, собственно говоря, вы выполняете, вы говорите о том, что какие результаты, какие успехи это принесло, какие успехи принес учебник, как поддержали дополнительные пособия, никогда проблем никаких не будет. Вот так, те же самые ситуации. 20 за, 3 против, потом жалобы. Если вы не говорите о том, что вы не навязываете это, что выбор остается за ними, то суть жалобы будет абсолютно нулевая, потому что вы просто познакомили, осветили этот вопрос и предложили им самим решить. Вы не навязывали, поэтому сразу сможете, собственно говоря, от этих жалоб откреститься. У нас просьба учителя о приобретении рабочей тетради карается увольнением. Ну, в таком случае вздохнуть, выдохнуть и идти дальше, и говорите родителям о том, что это решение администрации, совета, школы и так далее, поэтому вы ничего предлагать не будете, работа вам дороже. Так, распечатываю за свой счет. Ну, к сожалению, да, есть такой печальный путь. Вот, да, выбор за ними, а расскажешь правильно, понимает, покупает. Да, то есть вы рассказали, вы говорите о том, что хорошо, что еще лучше, что подойдет, на ваш взгляд, этим ученикам, выбор оставляйте за ними. То есть, скажите, я могу заниматься и по учебнику, никаких проблем не будет, вот такой-то результат точно, возможно, будет так, но это уже как пойдет. А если, допустим, мы возьмем пособие, то они как минимум познакомятся, как максимум получат это. Выбор за вами, берете, не берете, но только так, либо весь класс да, либо весь класс нет. Поверьте, они сами отрегулируют все эти вопросы, без вас, и уже вам сообщат о решении, там, принесут всю стопку. Опять-таки, если вы видите, что какой-то, если они сказали да, скажут, что я вам подскажу, где вы сами можете зарегистрироваться и заказать, и дешевле, потому что все прекрасно понимаем, что лишних денег в бюджете ни у кого нет. Скажите, я живу на такую же зарплату, как и вы, и тоже есть и дети, и все прекрасно понимаем. Поэтому показывайте обязательно, чтобы они видели не только обложки, но еще и видели суть, и, собственно говоря, как эта суть отразится на знаниях их учеников. Это все будет очень полезно. Погадать, почему, допустим, на летнем чтении можно выбирать вот эти пособие. Потому что все коротко, понятно, потому что есть дополнительные упражнения, которые могут показать, дать понять, насколько хорошо понял или не понял тот или иной ученик прочитанное. Все это будет крайне полезно. Так, давайте кратко еще обсудим такой момент, как подготовка к экзаменам, что важно проговорить с родителями. Во-первых, сделать такую небольшую памятку для родителей, как помочь ребенку подготовиться к экзаменам. Что нужно сделать? Обязательно нужно быть, конечно же, в эмоциональном контакте. Это то, что мы рассказываем родителям. Говорите о чувствах. Если подросток хочет поделиться с вами своими переживаниями по поводу экзаменационного периода, будьте открыты и поддержите его. Это пример, собственно говоря, такой памятки. Помогите ребенку понять, что открытое обсуждение, в том числе и негативных эмоций, помогает научиться с ними справляться, например, со страхом. Поддерживайте во всем. Детям хочется слышать от родителей. Я в тебя верю. Я рядом, если тебе понадобится поддержка. Мы любим тебя при любом результате экзамена. Отделяйте личность ребенка от результатов экзамена. Личность включает в себя гораздо больше, чем я успешно сдал экзамен на 90 баллов. Дайте понять ребенку, что вы его любите и понимаете, независимо от того, сдаст он экзамен или нет. Будьте примером. Поделитесь с ребенком собственным опытом успешного прохождения какого-либо экзамена. Как вы готовились, как себя чувствовали во время и после экзамена. Что помогло вам успешно справиться с ним. Не пытайтесь говорить о том, что у вас все было замечательно и вы как солдат пришли и все выполнили или ушли. Так не бывает. Организуйте комфортную учебную среду. Позаботьтесь о режиме сна, питании, о своевременном и правильном отдыхе. Предложите ребенку посетить учебное заведение, которое он выбрал для поступления. Для того, чтобы он больше заразился, скажем так, выполнением экзамена для достижения именно этой цели. Поддержите ребенка в ситуации, когда экзамен уже сдан, но результаты еще не получены. Подросток в этот момент может сомневаться, что сдал экзамен успешно. Переживать, что уже ничего нельзя изменить. Проигрывать многократно в главе вопросы экзамена и свои ответы на них. Верьте в своих детей, любите искренне, поддерживайте, и все будет хорошо. Такую памятку обязательно нужно проговорить с родителями, объяснить им это. Сказать, что это поможет. А то, если они будут церберами, это не поможет и может привести к плачевным результатам, о которых мы каждый год, к сожалению, слышим в СМИ. Можно привести ряд примеров реальных для того, чтобы родители точно знали, как делать хорошо, а как плохо. Во время подготовки экзамена обязательно обсудите такие вопросы. Почему ты хочешь успешно сдать итоговую ситуацию? Правильная мотивация, половина успеха. Допустим, для поступления в конкретный ВУЗ. Конкретная цель, соответственно, будут хорошие результаты. Постарайся выработать положительные отношения к экзамену. Размышляйте о способах получения желаемой отметки, а не о своем отношении к процессу проверки знаний. То есть, что мы ненавидим систему ОГЭ, допустим, ОГЭ, как часто говорят ученики, что все это совершенно глупость. Вот эти мысли стоит отмести, объяснив, что это, к сожалению, никак не поможет делу. Организуй место для плодотворной учебы, оптимизируй режим питания и отдыха. Это то, что мы еще и с учениками обязательно проговариваем. Также стоит с родителями проговорить, что во время подготовки к задаче экзаменов внимание ученика не должно ничего отвлекать. Собственно, отражение в зеркале, звук включенного телевизора или близость игровой приставки. Опять-таки, что нужно обязательно снимать нервозное состояние перед экзаменом. Что к экзамену нужно готовиться постепенно, по 15-20 минут в день, по 30 минут в день, а не по 3-4 часа над одними и теми же заданиями. То есть, это не принесет желаемого результата. Обязательно показать систему подготовки к экзаменам родителям. Как вы готовитесь с учащимися на уроках, систему подготовки во внеурочной деятельности. Что упражнения из учебника, вы также направлены на то, чтобы готовиться к экзамену, при этом развивать коммуникативные навыки. То есть, родители должны видеть, что вы методически грамотно ведете работу и что действительно вы ведете ее в этом направлении. Потому что они этого не знают. И показать, конечно же, стратегию. Можно взять вот этот мой слайд, который уже за, по-моему, пару лет немножко доработанный. Очень хорошо зарекомендовал себя. Скажите, что это ваша стратегия. Собственно говоря, если она будет ваша, то это будет замечательно. Это развитие свободной иноязычной речи, с одной стороны. Потому что это неотъемлемая часть подготовки к экзамену. И, с другой стороны, непосредственно подготовка к экзамену, когда вы именно работаете с форматом экзамена, с выработкой стратегии, тактик и правильного введения, выполнения, точнее, задания экзамена. Так. Так. Это хорошо поможет. То есть, обязательно показывайте родителям, как вы работаете, как, собственно говоря, вы поступаете во всех этих ситуациях, для того, чтобы у учащихся был качественный результат. Мои презентации можно скачать и можно использовать в работе. Пожалуйста, берите на здоровье, не тратьте свое время. На englishteachers.ru мы их выкладываем где-то в течение недели. И, собственно говоря, после этого в теме семинара и вебинара, там есть дальше, когда вы нажимаете презентации к вебинару, совершенно спокойно можете их скачать, использовать. Также будет выложена видеозапись. Так. Покажите им, собственно говоря, многообразие пособий, какие стоит выбрать, какие вы порекомендуете именно для этого класса, этой группы. Для того, чтобы они не думали, что вы, допустим, просто вам понравилось, и вы поэтому берете. Какой можно сделать вывод? Да, вот так мы немножко ускорились, но я думаю, что оно того стоило. Потому что проговорили как раз, большую часть времени потратили на то, что действительно вам важно. Так. Обращайте внимание на родителей своих учащихся. Знайте их. И вообще знание того, какие перед вами родители. Обязательно, если переходят они из началки в среднюю школу к вам, вы их еще не знали. Обязательно обсудите с коллегами, чего примерно, от кого ждать. И, возможно, поделите это на тре, но, тем не менее, скажем так, так будет проще вам приглядываться к родителям. Старайтесь говорить, в первую очередь, о стремлении к успеху учащихся на родительских собраниях, а проблемы на пути этого успеха обсуждать в индивидуальном порядке. И стараться все равно говорить о том, что это не проблема, потому что он такой проблемой, а это просто какая-то неурядица, которая мешает достигнуть большего успеха, который он может, собственно говоря, достигнуть. Презентуйте свою работу и те пособия, которые вы хотите использовать, чтобы родители видели в них ценность для своего ребенка и видели, что вы будете с ними работать, что это методически обосновано. В родителях можно найти поддержку при правильном построении работы с ними. Вы знаете, про последний пункт добавлю. Когда я в последний раз был классным руководителем, у меня был пятый класс, у меня было несколько родителей, которые мне сразу сказали, что они будут проблемными. В итоге мы с ними оказались не очень большой разницей в возрасте. Их устроило, что я, допустим, молод, у меня устроило, что они готовы адекватно общаться. Общались мы, собственно говоря, как оказалось, им просто очень не нравится вот этот формальный вариант общения, очень такой, как они назвали его, советский, совдеповский. Мы с ними стали говорить чуть проще, простыми словами. И в итоге, если какая-то случалась неурядица, и, допустим, у меня такое было, что администрация против меня настраивалась в какой-то момент по своим личным причинам, то это были мои первые помощники. И мне потом говорили, что после их прихода все, ни у кого никакого желания спорить, или как-то влезать в мою работу, или критиковать вообще нет, потому что лишь бы их не видеть. Вот, то есть, поэтому даже таких родителей можно настраивать на дружеское общение с вами, на правильную взаимную работу, и, собственно говоря, потом это будет ваша хорошая поддержка. Потому что, когда они видят, что вы не против их детей, они становятся вашими, скажем так, товарищами, коллегами, и полностью стоят на вашу сторону. Если к вам придет министерская проверка, они завалят письмами, поверьте, именно такие родители, и скажут, что не дай бог, что с этим педагогом случится, мы вас потом еще больше завалим. Вот, к сожалению, это современные наши с вами реалии. Поэтому, если есть что добавить, добавляйте. Вот, буду очень рад, собственно говоря, вашим отзывам, и пока вы их пишете, я какие-то интересные комментарии прочитаю, те, которые просто хвалебны, тоже прочитаю с удовольствием, сразу говорю за них спасибо, и пока скажу о тех новинках и тех событиях, которые наши с вами ожидают. Очень скоро выйдет у Елены Русиновой тренажер по чтению, слова и фразы. С первым тренажером по чтению вы многие хорошо знакомы и оценили его, и поверьте, этот тренажер будет тоже очень интересный, и я думаю, что многим из вас понравится, очень скоро он выйдет. Также напоминаю, что в нашем интернет-магазине появились различные способы доставки, очень много появилось электронных книг, поэтому я думаю, что вы каждый найдете для себя что-то полезное, интересное. Раньше говорили, что Почта России, ужас, кошмар, других вариантов нет, теперь есть. Я вот, например, очень люблю СДЭК и Боксбери, также другие варианты тоже доставки будут, поэтому выбирайте, заказывайте, я думаю, что вам все понравится. Очень скоро, вот буквально в сентябре, у нас откроются курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца, у нас теперь есть образовательная лицензия, поэтому обращайте внимание на EnglishTeachers.ru, вся информация, как только выйдет, сразу же появится. Курсы постепенно, скажем, начнем с малого, потом будем расширять и расширять количество, темы будут очень интересны, как мне кажется, вам все это понравится. И все можно найти на EnglishTeachers.ru, в интернет-магазине EnglishTeachers.ru. Собственно говоря, ссылка с EnglishTeachers.ru, есть кнопка интернет-магазин, пожалуйста, переходите. Присоединяйтесь к нам в социальной сети, это ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, мы даем интересные ссылки, мы стараемся подготовить интересные посты. Очень сейчас набирает популярность фраза дня, либо слово дня. Интересные фразы мы такие подготавливаем, поэтому берите в оборот, я думаю, что вам понравится. Так, сейчас появился слайд, как получить сертификат. Я кратко просмотрю, были интересные комментарии. Так, 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 но если перенести все это в реальность, то загруженность так практически не отдыхающихся моего учителя вырастет в разы. Да, хороший комментарий у Ксении по поводу загруженности и то, что действительно, значит, смотрите, я вам дал идеи с избытком, не обязательно брать их все. В первую очередь я всегда говорю, любите себя. Если, скажем так, затраченное время принесет вам пользу, вы в этом уверены, то стоит его потратить для того, чтобы потом освободить дальнейшее время на разбирательство с социальным количеством родителей, которые просто не понимают, что вы делаете. Если это время не принесет вам пользы или, скажем так, отнимет вас очень много времени, не стоит этого делать. То есть берите не все, берите только ту часть, которая будет именно в данной ситуации полезна, интересна, или же эти идеи, допустим, наведут на вас какие-то также интересные, полезные мысли. То есть чем оригинальнее вы подойдете, тем, собственно говоря, будет лучше. Чего я, собственно говоря, вам и желаю. Какая цена, не могу сказать, я не коммерсант. Фраза дня – это во Вконтакте и Фейсбуке. Заходите на слайдах. В интересных постах они все есть, их можно брать репостами. Поэтому, пожалуйста, про цену. Как только они выйдут, мы сразу скажем, какая будет цена, потому что, безначально, не мы – это такой серьезный процесс. Так что вот так. Так, код для скачения сертификата сейчас я вам дам, не переживайте. У нас сегодня с вами 14 число. Сейчас, одну секундочку. Так, если есть вопросы, кстати говоря, пока что готов, буду на них ответить. Надеюсь, кстати, что время, летние, еще хорошие дни, было потрачено вам нельзя. Но, судя по отзывам, это именно так. Так, приходите. Видите, у нас еще много интересных вебинаров в этом месяце будет. И еще один мой вебинар, и вебинар моих коллег, и новые лекторы у нас будут. Все очень интересно, насколько мне известно. Спойлерить, скажем, как сейчас говорить, не буду. Но, думаю, что вам все понравится. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. И до новых встреч. Продолжение следует...